Друзья, всем привет! С вами снова Айс. Добро пожаловать на канал обзор гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего полноценного и честного обзора это народный флагман Realme GT Neo 3t. Почему я называю его именно народным флагманом? Да потому что здесь у нас комбинация отличного дизайна, отличного качества материалов, шикарного железа, прекрасного экрана и хорошей производительности по довольно таки доступной цене для вот этой вот комбинации. Вообще телефончик у нас официально продается примерно за тридцатку, но если поискать можно найти конечно же и подешевле. Ну а данный телефончик был предоставлен мне компании Play.ru, где вы сможете купить его и много других телефонов по очень выгодным ценам. Помимо телефонов компания Play.ru продает планшеты, ноутбуки, компьютеры, бытовую технику и много всего другого. Поэтому обязательно проходите по ссылочке в описании, выбирайте, покупайте. Ну а мы будем начинать обзор этого прекрасного смартфона. Телефон на мой взгляд получился действительно очень удачным. Здесь у нас отличный процессор Snapdragon 870, который я считаю одним из лучших процессоров за последние несколько лет. Причем несмотря на то, что этому процессору уже более двух лет он все еще остается довольно таки мощным и актуальным и будет оставаться таковым еще ближайшие пару-тройку лет точно. Он тянет абсолютно все игры и приложения, позволяет вам устанавливать самые мощные навороченные 3D игрушки и играть на высоких настройках графики. Здесь у нас отличные материалы корпуса. Мне нравится дизайн этого телефона. Он такой самобытный, особенно вот этот вот желтый клетчатый флаг гоночный, который намекает как бы на скоростные и мощные возможности этого телефона. Ну в общем действительно очень-очень прикольный дизайн. Ну и экран здесь тоже подстать. Это AMOLED матрица 6,62 дюйма, 120 герц. У экрана очень высокая яркость. Мне действительно нравится, как смотрится картинка, как воспринимаются фильмы, игры и так далее. Ну действительно удачный экран получился. И что приятно, несмотря на то, что DC Dimming здесь я не нашел такого пункта, особо проблемы с шим здесь я не наблюдаю. Такое впечатление, что DC Dimming уже встроен в прошивку, потому что у меня глаза очень сильно восприимчивы к шим, и я бы это сразу же почувствовал. Что касается производительности, давайте посмотрим на цифры. Здесь, конечно же, все шикарно. 724 тысячи баллов. Ну и да, Snapdragon позволяет до сих пор играть практически во все игры на максимальных настройках. Genshin Impact, PUBG, Call of Duty, Asphalt, Standoff. В общем, все, что угодно, все, во что вы привыкли играть, будет здесь летать и бегать без всяких проблем. Причем этот камень остается довольно холодным и довольно экономичным, несмотря на свою мощность. Тот же PUBG вы сможете поиграть здесь почти что 8 часов, а Genshin почти что 5. Это действительно неплохо. Так что, да, на производительность вы точно не пожалуетесь, и этот камень будет оставаться актуальным еще долгое время. Geekbench показывает приятные циферки. Тысяча баллов на одно ядро, столько показывают иные бюджетные телефоны на все 8. Ну и 2649 на все 8, и это действительно шикарный результат. В общем, повторю, еще раз. Snapdragon 870 один из лучших камней, что был за последнее время, и действительно приятно, что его не забывают и продолжают ставить на такие вот народные флагманы. Ну и как к подтверждению моих слов холодности телефона, здесь у нас график троттлинга, он абсолютно зеленый. В самом начале не обращайте внимания на небольшой провальчик, ибо запустил я тест троттлинга сразу же после того, как прогнал Geekbench и Antutu, то есть телефон уже был нагрет, как говорится, прогрет как следует, но смотрите, очень быстренько выдохнул и погнал с новыми силами, практически без всяких провалов, абсолютно зеленый график. 216 гипс у нас максимальная производительность, средняя 210, то есть абсолютно близкие величины, что максимум, что средняя, и в общем-то никаких нареканий с нагревом здесь нету. Телефон еле-еле становится теплым в верхней части, но не более того, так что играйте в свое удовольствие. Внутренний накопитель UFS 3 серии, очень скоростной, 700 мигов с лишним мы получаем на запись, и полторы тысячи на чтение. Действительно, очень-очень быстрый накопитель. У меня версия, причем такая жирненькая, 8256, именно ее я советую к покупке, ибо сим-лоточек здесь только под сим-карту SD-ку вставить никаким образом не получится. Особенно, если вы любите игрушки, здесь, конечно же, 128 гигов будет маловато, берите 256. Модуль Wi-Fi здесь двухдиапазонный, 300 мегабит выдает мне провайдер, и их же мы получаем, как говорится, с лихвой. Причем модуль Wi-Fi здесь не только двухдиапазонный, но поддерживает еще и Wi-Fi 6, то есть стандарт AX. Это действительно очень здорово. У меня уже роутер давным-давно с поддержкой Wi-Fi 6, и вот такие вот устройства новые, которые поддерживают, работают лучше всего. Что касается звука. Шикарный мощный стереозвук. Стереодинамики здесь и громкие, и мощные, басовитые. В общем, действительно, с комфортом можно не только в игры играть и фильмы смотреть, но при желании даже вот музыку послушать. Динамики не отторгают вас совершенно. К сожалению, нету здесь моего любимого трех с половиной миллиметрового джека. Я знаю, что многие в комментариях говорят, да зачем он тебе нужен? Блютуз-наушники есть. Но я уже сто раз объяснял, что я пользуюсь исключительно хорошими, добротными, дорогими проводными. Ну и плюс ко всему у меня есть ряд микрофонов, которые я подключаю частенько к телефону. Понятное дело, что если вам это не нужно, то блютуз-наушники спасут положение, тем более, что сейчас их огромное количество на любой вкус и цвет и качество звучания. Но вот меня, к сожалению, расстраивает тенденция, что в новых телефонах, особенно вот таких вот качественных и дорогих, три с половиной миллиметра отсутствует. Что касается связи. Нареканий никаких абсолютно нету. Пользовался телефоном продолжительное время, порядка двух недель его гонял, бегал с ним как с основным. И мне телефон, конечно, очень понравился до такой степени, что я грешным делом даже хотел себе его купить, но вовремя дал себе по рукам. Связь отличная, две симки было у меня Ростелеком Мегафон, много телефонных звонков в день, катался много и командировок несколько было, в местах с неуверенным прием никаких вопросов нету, громко все слышно, микрофон отличный, так что по связи пять с плюсом. Ну и поговорим о камерах. Это камень преткновения подобных устройств. Почему-то покупатели подобных телефонов считают, что они покупают камерафон. Хотя, собственно говоря, сам Рилми нигде не заявлял о том, что это камерафон. Он везде пишет о том, что это игровое устройство, которое в первую очередь создается для игр. Да, производители хитрят. Они создают либо же исключительно игровые устройства, либо же заточенные под съемку фото и видео. Очень мало устройств, которые одновременно вам подарят и безудержную мощь, как говорится, и возможности качественно поснимать фото и видео. Ну и такие устройства будут стоить раза эдак в два, два с половиной больше, чем этот телефон. Но сказать, что камеры здесь откровенно плохие, я, наверное, не смогу. Здесь традиционный 64-мегапиксельный модуль. Ему в пару здесь 8-мегапиксельный ширик плюс 2 мегапикселя макро бесполезный. Ну и фронтальная камера здесь у нас традиционная на 16 мегапикселей. Все это делает неплохие фотографии на улице в яркий солнечный день. Если вы в помещении, то чуть похуже. Но могу сказать так. Видео, к сожалению, не совсем конек этого телефона. Оно, да, оно неплохое, но не более того. На том же GT Neo 3 полноценном, естественно, будет гораздо лучше видео. Ведь там оптическая стабилизация, там отличный модуль от Sony AMX 766. И там будет действительно совсем другое качество видео. Сказать, что здесь откровенно все плохо я не могу, но не настолько хорошо, насколько хотелось бы. В общем, давайте посмотрим на примеры, вы все сами для себя решите. Субтитры сделал DimaTorzok Съемка ведется вплоть до 4К 60 кадров в секунду. Именно так я сейчас и снимаю. Единственное, что стабилизация будет доступна нам только при 30 кадрах. Картинка в 4К 60, конечно, получает еще детализированная, очень неплохой. Но, понятное дело, что до камерафонов, и особенно до флагманских камерафонов, ей далеко. Но, тем не менее, поснимать что-то вы действительно сможете довольно неплохо. Ну, а вот такая вот картинка получается с сверхстабильным режимом, но снимает камера только в формате Full HD 30 кадров в секунду. Ну, зато можно идти по самой неровной поверхности, а картиночка остается абсолютно ровно. Очень сильный ветер, все бывает, скорее всего, будет это слышно на камеру, но, по крайней мере, вот качество картиночки вы сейчас видите. На фронтальную камеру мы можем снимать только в формате 1080p. 4К недоступно. И вот такая вот картинка получается. Я на переднем плане, ну, прям замечательно детализированно получаю, задний план, ну, немножко засвечен. Но, тем не менее, качество картинки на фронтальную камеру, как по мне, для не камерафона вполне себе удовлетворительное. Я бы даже сказал, хорошее. Несмотря на то, что сегодня пасмурно, не солнечно. В общем, неплохая картиночка и поснимать можно что на фронтальную, что на основную камеру. Вот такой вот GT Neo 3T, телефон, который мне очень понравился. Это прекрасное игровое устройство. Если вы подыскиваете себе игровой телефончик примерно за 25-30 тысяч рублей, которого вам хватит на ближайшие 2-3 года без всяких проблем, присмотритесь. Шикарная производительность, шикарный экран, довольно-таки неплохая автономность, есть отличный шестереозвук, ну, и камеры, в принципе, ну, скажем так, они здесь есть. В общем, на сим я буду завершать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, ну, и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а я буду прощаться. С вами Блайз. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok